здравствуйте теплолюбивые у нас сегодня очередная разборка и разбирать мы будем котел оазис посмотрим из чего он состоит но я пока что даже не уверен что я скажу об этом котле поехали пока разборка не началась хотелось бы сказать котел был предоставлен не нашими друзьями магазином мир газа и тепла а был предоставлен именно компании for the technology ой я их название наверное никогда не выговорю полностью почему это говорю уважаемые производители в сфере отопительного оборудования ну что вы не пишите ни вконтакте не на почту все это есть мы бы снимали разборочки для вас может быть вы бы слышали наше мнение мнение людей я думаю что это вам должно быть очень очень интересно а вот и вот у нас представлен котел модель rt 18 что можно о нем сказать ну в принципе неплохой внешний вид манометр на передней панели и соответственно сама панель управления здесь мы видим рекламные наклейки ну я думаю что это маркетинговый ход добавить один год гарантии хотя это тоже хорошо при наличии сервисных центров в вашем регионе так мы уже много раз разбирали скажем так европейскую стандартную компоновку настенных котлов а это котел такой он не относится ну будем грубо говорить корейскому сегменту поэтому я сейчас в то же время и жду что у меня чем-то удивит может быть у него какие-то изменения в конструкции в отличие от европейских котлов ну а скорее всего все будет также как обычно вверх вниз вскрываем крышку и смотрим что внутри и 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Интересным решением является клеммная колодка для подключения комнатного термостата. Гидравлические и газовые подключения сделаны стандартно. Вход отопления, вход холодной воды, вход газа, выход ГВС, выход отопления. Кран подпитки системы отопления. Обратите внимание, котел оснащен, во-первых, европейской вилкой, а также устройством защиты. Ну а теперь снимаем лицевую панель. О, нас здесь ждет сюрприз. Так, сейчас, секундочку, подождите. Все сейчас будет. Я не могу полностью снять лицевую панель, так как у нас на ней закреплен манометр. Я думаю, что нам придется открутить фиксаторы сейчас. Да, отверточка у меня, конечно, не по размеру. Да, здесь мой косяк. Пока он крутит, поясню. Почему-то я сразу не заметил, что панель управления отсоединяется от основной лицевой крышки путем отщелкивания нескольких защелок. В дальнейшем видео я это сделал. Что мы здесь видим? Чтобы полноценно снять переднюю панель, нам нужно отсоединить манометр. Также, сама панель управления котлом располагается на самой лицевой панели. Соответственно, это отдельная часть. И она идет не вместе с платой управления. Откидываем плату управления. Нижняя часть котла. Что мы здесь видим? Датчик температуры отопления накладного типа, расположенный на патрубке подачи системы отопления. Трехходовой клапан. Сам трехходовой клапан какого-то, ну скажем так, уникального исполнения. Сервопривод очень напоминает приводы в европейских котлах. Газовый клапан. Ну, здесь, скажем так, мои коллеги увидят, что это что-то корейское. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Датчик минимального давления системы отопления. Датчик протока ГВС. Предохранительный сбросной клапан на 3 атмосферы. Насос ОАЗИС с воздухоотводчиком. Также мы видим вторичный пластинчатый теплообменник. Хотелось бы сделать акцент, что патрубки как и подачи, так и обратки системы отопления, а также газовые разводки сделаны из меди. Я считаю, это большой плюс для данного котла. Ну, а теперь давайте посмотрим на электронную плату этого котла. Почему тишина? Ну, мне нечего о ней сказать. Производитель данной платы мне неизвестен. Посмотрим в дальнейшем. Конечно, хотелось бы посмотреть в эксплуатации данный котел, ну и, соответственно, как поведет себя плата и панель управления. Если вдруг что, пишите в комментарии свое мнение. Снимаем крышку камеры сгорания. Открываем саму камеру сгорания. Я надеюсь, я действую правильно, потому что, честно, первый раз разбираю этот котел. Мы видим обгоревшую футеровку камеры сгорания. Это очень хороший показатель, что говорит о том, что котел проверялся на производстве. Инжекционные горелки, свечи розжига, свеча контроля пламени. Медный первичный теплообменник. Наличие двух свечей розжига и свечи контроля пламени говорит о том, что плата, в принципе, с простой схемой. И, скорее всего, ремонтопригодна. Датчик перегрева теплоносителя. Вентилятор. Устройство вентури. Не в мореле. В задней его части мы видим расширительный бак на 6 литров. Что, кстати, по-моему, маловато. Хотя, в принципе, и в некоторых европейских котлах тоже он 6 литровый. И пластинчатый теплообменник. А вот пластинчатый теплообменник, по моему мнению, очень маленький. Но, наверное, в модели на 24 кВт будет, конечно, побольше. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, а теперь давайте попробуем его запустить. Кстати, панель можно было переднюю снять быстрее и не откручивать манометр. Ну, здесь я лоханулся, сознаюсь. Включаем котел. Присутствует летний режим, зимний режим. Включился насос. Запустился вентилятор. Начался розжиг. Сейчас в нашем котле установлен режим теплых полов. Изменение температуры теплоносителя происходит нажатием на стрелки вниз-вверх. Изменение температуры ГВС происходит путем перехода в летний режим и также нажатиями стрелок вниз-вверх. Возвращаемся в зимний режим. Также на этом котле присутствует функция программирования, за счет которой вы можете устанавливать желаемую температуру в определенное время. А сейчас давайте попробуем сымитировать какую-нибудь ошибку. К примеру, отключение вентилятора. Вот так на данном котле индицируются ошибки. Также, помимо изображения на дисплее, сопровождаются очень громким звуковым сигналом. Я считаю, это тоже маленький плюс в копилку этого котла. Так, давайте подведем итог. На вот такой эпичной ноте ошибка E8. Ну, начнем с минусов, наверное. Ну, во-первых, мне неизвестны производители некоторых комплектующих. Ну, наверное, практически всех. Поэтому я не могу сказать, как они будут в эксплуатации. Лично для меня не совсем удобно снимать крышку с вот этим отсоединением панели управления и так далее. Я считаю, что все-таки это как-то должно быть реализовано проще. К примеру, панель управления должна быть закреплена на плате, а крышка снимается отдельно. Ну, а теперь плюсы. Первый. Это большое количество меди в этом котле. И, кстати, компания Форте этим гордится. Второй. Большое пространство для обслуживания и ремонта. Еще один плюс. По моему мнению, обслуживаемый вентилятор. По-моему, можно заменить подшипники в случае их заклинивания. Ну, и самый большой плюс. Рекомендованная розничная цена на аналогичный котел мощностью 24 кВт 27 тысяч рублей. Ну, и теперь переходим к выставлению баллов. Данный котел в своем ценовом сегменте получает 4 спица. И еще одно. Вот эта самая надпись, гласящая о том, что дается дополнительный год гарантии к двум основным. Здесь имелось в виду, что если производится монтаж и запуск котла специализированным сервисным центром, тогда вы получаете этот дополнительный год. Я надеюсь, вам было интересно. Не забываем, как обычно, про это. Еще хотелось бы сказать, что... Не забываем, что в группе ВКонтакте началось и снова продолжается, так сказать, голосование за котел года 2020. Также еще хотелось бы сказать, что мы с радостью встретимся с подписчиками на выставке Акватерм 2020. Ну и все. Всем спасибо. До свидания. Кто-нибудь нам подскажет, для чего эта заглушка. Сам патрубок идет на расширительный бак. Здесь никаких отключающих устройств нет. Так все-таки, для чего же эта заглушка? Обратите внимание, коты приходят не первой свежести. ВООД Продолжение следует...